Сегодня так и хочется повторить известные строчки Люблю я пышные природы, увядания, в багрец и золото одетые леса И не только строчки повторить, а побродить по осеннему лесу Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья» Действительно, перед хмурым ноябрем осень дарит нам несколько необыкновенно ярких недель Когда листья окрасились во все оттенки желтого и красного От запаха увядающей листвы и такой красоты дух захватывает Но мы хотим пригласить вас не в лес, а в осенний сад, расположенный в поселке Новом Это сад Виктора Ивановича Редько И любоваться мы будем не осенними листьями, а спелыми грушами И поверьте, что это не менее захватывающее зрелище Груша «Толгарская красавица» – одна из любимец хозяина сада С нее мы и начинаем экскурсию Это «Толгарская красавица», ну а чем она хороша? Она плотная, сочная, вроде бы и твердая она, но она сладкая И лежит она месяц-два, может лежать, ну в зависимости от условий А так она еще не готова, но уже сладкая Торопиться и срывать с дерева «Толгарскую красавицу» не нужно Эта груша поздняя, поспевает она к концу октября Ну, наверное, после 15-20 октября Ну, если ветер не сорвет, значит, будет висеть Даже после того, как «Толгарскую красавицу» сорвали с веток, она еще не поспела Плоды должны около месяца дозревать в прохладном месте, чтобы полностью набрать вкус Тогда он будет мягкий, ароматный и сочный После прививки третий год плодоносит Ну, немножко больше, немножко меньше, но каждый год Сорт «Толгарская красавица», как и все другие груши в саду Виктора Ивановича Редько Привит на дикую сурийскую грушу Рядом с корневой шейкой, ну, это нежелательно прививать так Лучше прививать в крону В кроне она зимостойкость увеличивается, этого дерева И от болезней защита какая-то существует Это еще Мичурин советовал прививать в крону деревья Чтобы они сохраняли свои свойства Обратите внимание, семилетняя груша остается компактным и невысоким деревом Благодаря специальной формировке Центральный проводник убран Остались вот эти ветки Вот они, я их раздвигаю, также убираю лидирующие побеги И наклоняю каждый год немножко в стороны Эта освещенность большая становится для дерева И закладываются плодовые почки Она бы была, конечно, больше, намного больше была бы Но нагрузил грушами ее три года уже Напоминаю, вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья» В октябре вышел пятый номер журнала Его можно найти на почте в киосках прессы в садовых центрах Партнеры журнала ООО «Сфера Кадастр» и компания «Ресурс», предлагающая садоводам укрывные материалы А также Центр Флоригина, Загород и Центр флебологии Лечение любой стадии варикоза лазером в Центре флебологии Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз Современное оборудование, клиника экспертного уровня Центр флебологии Лазер вместо скальпеля С вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья» Сегодня мы отправились в поселок Новый, в сад Виктора Ивановича Редько В 2016 году общественная редакция журнала «Сады и огороды Приморья» Единогласно присудила этому саду почетное звание «Лучший сад года» Там растут великолепные груши, которые и по внешнему виду, и по вкусовым качествам не уступают западным сортам Это японский сорт груши «Секуи» Ну и привил я как пробу Будет расти, не будет расти Ну вот она растет, уже второй год плодоносит Ну вполне обильно плодоносит Вкус можно кушать Посредственный Да, урожайный На любителя Семилетняя груша сорта «Секуи» — ровесница толгарской красавицы Она не такая сладкая и ароматная, но красивая и урожайная Поэтому и ей нашлось место в саду Чтобы дерево было долговечным, сорт «Секуи» прививают на высокий штамп На дикую грушу привито вот здесь, в метре от корневой шейки Поэтому ствол выдерживают А так древесина не очень плотная Если на таком расстоянии от земли, она может потрескаться и зимой пропадет Дикий штамп, он и дерево очень приспособлено к нашим условиям, к ветрам Мы уже говорили о том, что в качестве подвоя для своих груш Виктор Иванович Редько использует сеянцы дикой уссурийской груши Эти сеянцы до поры до времени подрастают между привитыми грушами, ожидая своего часа А это у нас что? Это подвой дикой груши уссурийской Сеянцы дикой груши уссурийской Прививать буду вот на этом уровне в метре от земли А сеянцу самому сколько? Это третий год ему На третий год из сеянца делаем культурное дерево? Да Понятно То есть в следующем году ему будет четыре уже даже Да, четыре года будет Четыре года и начнется его карьера как приличного дерева Приличного дерева, культурного Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья» Напомню, что в октябре вышел очередной номер журнала Обратите внимание на пятую страничку Там есть информация для садоводов о начале занятий в школе садоводов, клубе виноградарей, экологической гостиной, библиотеке Горького И еще 68 страниц полезной информации Отгадайте загадку Висит груша, нельзя скушать Думаете, это лампочка? Нет Это груша Пингали На дереве она висит почти до ноября А потом еще два месяца ее нужно дозаривать в прохладном помещении, чтобы она полностью созрела и стала вкусной Прямо не груша, а настоящий тренажер для выработки терпения Это груша Яблоко или Пингали Может быть, груша Яблоко есть такой сорт, но я не знаю Мне дали как груша Яблоко Вот урожай, тут штуки четыре я снял Но как бананы, гроздь целая висит Тут, я не знаю, ну килограмм семь, не меньше Они очень тяжелые Здесь вот три штуки Вот, грамм двести Сейчас они еще не поспели Поспеют к Новому году Может даже к февралю месяце Надо условия сохранения создать Морозы стукнут, морозы стукнут Она просто отпадет Но она выдерживает минус два, минус три После мороза, как только она опадет, я ее соберу Ну, морозы, если начнутся, я соберу их с дерева, если они не отпали И уложу в ящики В прохладное место И пускай она лежит Так когда же груша пингали полностью готова продемонстрировать свой вкус? Ну, наверное, в январе месяце, в конце декабря, в феврале Год на год не приходится, сколько тепла получила Вкусовое качество у них, у этой груши, ну, посредственное Потому что они до конца не улежались, как я хотел бы, чтобы они улежались Внуки все съели Это тоже сорт пингали Ну, и второй сорт я объясню потом Значит, привито вот Ветки дикого дерева К ним привито Культурное дерево привито Вот оно Держится очень хорошо Здесь тоже сорт пингали Вот он Здесь еще больше Видите, сколько много С вами видео-версия журнала «Сады и огороды Приморья» Сегодня мы говорим о грушах А растут они в поселке Новом, в саду Виктора Ивановича Редько Грушами он занимается много лет и испытал более 30 сортов Груша Сорт называется или хоруб, или кореянка Одно из двух Потому что у одних хоруб, у других кореянка Значит, плодоносит она практически у меня каждый год Плоды в этом году мелкие Я плохо нормировал И поэтому они мелкие А так они 150-200 граммов Часть завязи нужно просто убирать Привито она Также на уссурийскую грушу Этой груши 27-28 лет, не меньше Значит, привито она Вот Вот Или привиты ветки, да, скелетные? Да, скелетные ветки из дикой груши И поэтому Стоит она у меня Очень хорошо Кореянка или хоруб – одна из любимец Виктора Ивановича И вкус достойный, и урожайность Выше всяких похвал Одного дерева хватит Хватит Это можно 50 килограмм минимум собирать с одного дерева Закладывает она много Большой урожай закладывает Ну, надо нормировать для того, чтобы они вызрели Потому что не хватает корневой системы и листового аппарата Для того, чтобы вызреть этому фрукту Тоже сорт кореянка Ну, я его нормировал Поэтому плоды вот такие по 150 грамм Их меньше, но Веса будет у них Больше, чем У ненормированного Это сорт Также кореянка Или хоруб Но я нормировал его Некачественно И поэтому оставил много плодов Вот они будут долго созревать И могут даже и не созреть И мелкие Грамм 70 80 Уже больше не будут они Может, нальются еще немножко Но созревание будет затянуто Если будет октябрь теплый То она дойдет На дереве Все приствольные круги плодовых деревьев Замульчированы толстым слоем скошенной травы Мульча выполняет сразу две функции Не дает расти сорнякам А еще лежит мягкой подушкой Если груша и упадет То не ударится Бока останутся целыми Без вмятин и синяков А значит, и храниться такие груши Будут без проблем А еще в саду Виктора Ивановича Редько Есть экземпляры, где на ветках одного дерева Растет сразу два, а то и три сорта груш Территории не хватает Потому что нужно все сорта попробовать У меня тут и штук 30 было сортов И китайские, и японские, и корейские Ну, какие-то хорошие, какие-то нет Потому что с Южного Китая, с Центрального Китая Они здесь приживаются не очень хорошо Дерево, на нем привито три сорта Груша яблоко или пингали Толгарская красавица И китайский сорт Желтая круглая Так назвали Значит, дереву 9 лет 9 лет Плодоносит уже Четвертый год Ну, кому-то достается питание лучше Кому-то похуже И поэтому один сорт Желтый сорт, круглый Я буду удалять в настоящий год Останется два Это груша яблоко и толгарская Они как-то делят Не конфликтуют Не конфликтуют Вы смотрите самую дачную программу Телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья» Сегодня мы пригласили вас в поселок Новый В сад Виктора Ивановича Редько Чтобы вы посмотрели, какой урожай груш можно вырастить в Приморье Какие сорта выбрать для сада Как правильно нормировать, обрезать и лечить груши Это дерево Привит сорт Из Китая Назвали его лампочкой Вот плоды его Вкусовые качества хорошие Уже поспела она Насыщенный очень вкус Плотная, но сочная Значит, вот Главный недостаток у нее Она растет, как пирамидальный тополь Режь, не режь Режь, не режь Вот так вот идет, идет А потом вот так вот начинают почки закладывать И вот наклоняется, наклоняется Каждая ветка Здесь облеплена была Это тут Остатки остались Не надо резать Потому что там Если заложатся почки плодовые Сломается Пока еще не ломалось Но возможности есть, такая, что сломается Ну килограмм, если 10, будет висеть на ветке Прививка Вот, вот здесь Конечно, растут в саду Виктора Ивановича Не только груши Есть и сливы, и яблони Такие, как штрефлинг, фуджи Но предпочтение хозяин сада Все-таки отдает грушам Потому что они позже Поздние груши Желательны к Новому году И к холодам А яблоки, яблоки Ну есть у меня яблоки Очень ранние Которые в июле месяце поспевают Я попробовал 8 штук было Но манилиозный ожог Погубил Подвой Получается, груши более устойчивые, чем яблоки Да Более устойчивые Но тоже немножко бывает, да? Конечно, все бывает Особенно толгарская красавица Она ожогами очень страдает Это следы манилиозного ожога Вот солнце поражается Вот такие раны Залечиваю я Замазка Китайская замазка И весной Зачищаю И дезинфекцию делаю 3% раствором Медного купороса На зиму побелка Всего ствола И веточек всех Из опрыскивателя Развожу Побелка садовая Продается 2 литра На 20 литров воды Развожу Через колготки Сеточку пропускаю И опрыскиваю Раза 3-4-5 Опрыскать Раствором Он жиденький И она белая становится До весны сохраняется А весной Медным купоросом Бортовской жидкостью 3-процентовой Опрыскиваю В конце марта месяца В начале апреля Тогда ожога меньше И бортовская жидкость Сохраняет Иммунитет От болезней Сегодня мы с вами гуляли По грушевому саду Виктора Ивановича Редько В поселке Новом И хотя мы успели рассказать вам Далеко не о всех сортах груш Растущих в этом саду Теперь вы знаете Какой урожай может вырастить Увлеченный садовод И какие груши Можно смело сажать в Приморье Наша программа подошла к концу В следующем выпуске Расскажем вам о победителях конкурса Дача 21 века Которую редакция журнала Проводила этим летом До встречи!